Вот вы также сказали о том, что Херсон может как-то остановить эти все ракетные удары, но много экспертов говорят, что наоборот, чем дальше продолжаются ВСУ, тем злее становится Путин. И даже есть такие утверждения, что даже если мы дойдем до границы 23 февраля, уже к Крыму, тогда вообще есть угроза ядерной войны. Не будет ли это еще больше делать Путина жестоким, еще больше может уничтожать ракетами Украины, если мы реально освободим скоро Херсон, о чем уже говорят? Понимаете, вот если продолжить эту логику, вот ту, которую вы сейчас воспроизвели, я так понимаю, что это не ваша логика, вы сейчас как адвокат дьявола выступаете. Значит, то если в этой логике существовать, то надо было 24 февраля Зеленскому объявить капитуляцию. Ну а как иначе? Если с Путиным бороться, он же начинает раздражаться. Если Путину противостоять, то он начинает, так сказать, обижаться. Значит, он начинает эскалацию. Для того, чтобы эскалации не было, надо не сопротивляться, надо отдать всю Украину. Потом Путин начнет атаку на страны Балтии. Если страны Балтии начнут сопротивляться, то Путин будет обижаться. И так далее, далее по тексту. Значит, это абсолютно порочная логика. Это логика некоторых миротворцев, которые в том числе внутри нашей страны призывают сейчас немедленно к мирным переговорам. А иначе, а иначе, ну и далее вот все, что вы сказали. Это не только эксперты, но и некоторые политики, в том числе и Григорий Влинский, говорит о том, что вы знаете, а вот может быть атомная война, ядерная война и так далее. Ну да, может быть. Но это не означает, что... Понимаете, опять-таки, для того, чтобы этого не было, надо отдать Путину все, что он хочет. А он хочет весь мир. Значит, надо отдать Путину весь мир. Все, точка. Конец этой логики. Понимаете? То есть, значит, это шантаж. Понимаете, террорист пользуется шантажом. Значит, для того, чтобы террорист не реализовал свою угрозу, ему надо отдать весь мир. Хотите жить в таком мире? Пожалуйста. Значит, угроза ядерной войны существует. Она существует, начиная с 1945 года, когда была придумана, изобретена и реализована атомная бомба. Угроза это есть. Значит, идея уступать ядерному шантажисту, на мой взгляд, является абсолютно порочной. Значит, что может реально это предотвратить? Серьезные успехи, победы украинской армии могут просто... Понимаете, в России, да, Путин диктатор, Путин пока еще многим управляет, но не всем. В России есть достаточное количество, в том числе и среди военных, людей, которые не хотят кончать жизнь самоубийством. Не хотят. И, во-первых, есть сомнения, что Путин хочет покончить жизнь самоубийством. А, во-вторых, есть уверенность, что среди тех людей, которые будут выполнять приказ, в том числе о ядерном ударе, есть достаточное количество, это 12-е управление, в котором есть достаточное количество здравых военных, которые просто не выполнят этот приказ. Просто не выполнят этот приказ. То есть, на самом деле, защита от дурака, она существует не только на техническом уровне, но и на уровне кадровом. И я думаю, что вероятность в этом смысле ядерной войны невелика. А, скорее всего, это будет предпринята какая-то спецоперация по разным видам нейтрализации Путина. Перечислять эти виды бессмысленно, потому что это может быть и физическое устранение, это может быть и блокировка, это может быть и какой-то там вариант. Ну, а в конечном итоге я бы сказал так, что все дело идет, конечно, к такому периоду смутного времени, когда федеральный центр начинает проседать, его приказы уже не вполне точно выполняются, а первое же военное поражение будет означать, что федеральный центр проиграл. И, так сказать, начнется процесс просто проседания федерального центра, проседания Кремля, проседания персонально Путина, и начнется период распада Российской империи. Называется это смута. Элементы гражданской войны, большое количество эффектов самозванства, это все типично русские термины, смута, самозванство, это все русские термины, которые сформированы русской историей, российской историей. И это тяжелый процесс для России, но и для меня это лично очень тяжелый процесс, но, как известно, Украине, в общем-то, достаточно безразлично все, что происходит внутри России. Украина занимается освобождением своей территории. Надо это продолжать, и чем быстрее, тем лучше. Другого варианта просто не существует. А обращать внимание на шантаж – это путь к поражению. Ну, кстати, вернемся также к России, что внутри происходит. А вот касательно ядерного шантажа, вот издание Reuters пишет с ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, что Россия, мол, еще не сообщила штатам об учения своих ядерных сил, которые Вашингтон ожидает от Москвы в ближайшее время. Да, там, согласно новому договору СНВ, Россия обязана предоставить заблаговременные уведомления о таких запусках ракет, но вот смотря на всевозможные нарушения закона в обучении войны, разве стоит ожидать от России каких-либо объяснений, не дай бог что? Ну, никаких объяснений, конечно, не будет. Насчет соблюдения договоренности я тоже очень сомневаюсь, потому что после всего того, что происходит, всерьез рассчитывать на то, что Россия будет строго соблюдать договоренности не стоит. Но есть одно важное обстоятельство. Дело в том, что действительно никаких учений, связанных с ядерным оружием, пока не происходит. А это значит, ну, понимаете, конечно, с этих людей станется, но пытаться применять неиспытанное ядерное оружие, ну, это такое себе, потому что, значит, здесь риск довольно серьезный. Это ядерное оружие может взорваться на территории, в том месте, где оно испытывается. Или, например, где-то по пути, то есть на территории России. Поэтому я думаю, что сначала будет испытание. Это будет еще один знак тому, что готовится. Но еще, кроме всего прочего, насколько я понимаю, я не военный эксперт, поэтому я служу только со слов военных экспертов, которые как публично, так и в личных беседах со мной передавали такую точку зрения, что на самом деле сегодня американская разведка узнает о попытках, так сказать, подготовить ядерный удар задолго до того, как... То есть это не мгновенно происходит. Ну, если не брать там триаду, где действительно может существовать такой внезапный удар, но все остальное, тактическое ядерное оружие, оно готовится. И, так сказать, признаков подготовки нет. И американская разведка узнает об этом задолго до того, как будет применение. Так что есть возможность нейтрализации этих попыток. Спасибо. Спасибо.